Настенька, что ты делаешь? Сыр выбираю. Так как в России у нас, как это называть, санкции, здесь мы найдемся сыра вдовой. Чтобы он достаточно вонял. Опа! Это то, что нам надо. Это то, что нам надо. Особенно в северных районах Ханитшово. Но туда лучше не ездить. Отдыхаешь или живешь? Переехал жить. А где жил раньше? В России. А город какой? В Удмуртии, Жевской. Ребят, мы попробовали сыр. Это вообще, блин, просто не сравнится. Вкус санкций. Вкус санкций. Изобретом. Я всегда любил сыр российский за 120 рублей, но сейчас меня переманили. Мы очень хотели поехать с Настей вдвоем в Париж. Состояние того, что нет с нами детей, оно пока меня гложет. Меня нет. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы в музее Порс. Потерял. Ищет, ищет меня. Ищет. Ищет, ищет, и не видит. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Поворачиваю. Просто, да? Штопором играешь? Штопор, ворачиваю себе в руку. Чтобы никто не видел, не травмировался. Вон ту ногу. Ты держи ту ногу. Да, выше. Настя, ну что же за баналитизм? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, мы в музее современного искусства. И как всегда, как казалось страны, что это очень круто. Но оказалось... Мы пришли второй раз на Эльфилеву башню. Уже ночью, вечером в один часок. Толпа реально стала меньше. Мы уже перед самым лифтом стоим. Настенька устала, но готова к путешествию. На свершение. На свершение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нашли. Причем нашли, как только забили на все это. Ням-ням-ням. В общем, пытались попасть в Комедии Францесс. Там билетов нет. Мы уже эти администраторы все... Разговариваю я, так как я не знаю английского языка. И уже дошел до главного администратора. Вроде бы все-все-все, но она никак уже. Знаешь, я ей говорю, фета, фета, вахтангов, фета. Она не знает такой вахтангов, щукинский. Щукинское училище. Она не знает, что такое, чуть ли не знает, что такое Станиславский. Понимаете? То есть мы на Щукинском училище учим, что такое мы Комедию Францесс. Где там вместо звонков эти и все остальное изучаем. Кто там ставил, кто писал. Они не знают, что такое вахтанговский театр. Я, уходя, сказал этому помощнику администратору. Ваша мадам Терминатор. Все смеются, кроме мадам. А он хороший. Мадам Терминатор. Сереж, почему ты в шапке? Потому что. Потому что. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В справочнике о том, чтобы наладить с французами контакт, нужно использовать французские слова. И сейчас, уходя из магазина, из вязального магазина, я сказал Ах, Эдлах! Вот, обойдя Париж, вот этот магазин с вышивкой, он, конечно, намного лучше, чем остальные вязальные магазины. Хотя мы еще один только Gatline вот этот нашли. И, наконец-то, в интернете указаны совершенно неправильные его номера. Вот, этот магазин очень удачный. Он больше основывается на вышивке, но тут есть также пряжа. И пряжа это очень и очень хорошее. Там натуральное, все такое натуральненькое. Вон, кстати, вы ее можете видеть. Вы вообще можете видеть все вот так вот. И там все очень приятно. И очень много хорошей литературы вязальной. И, собственно, вон там пряжа. Вот, она тоже очень-очень хорошая. Потому что в том магазине, что я была, из натурального, я нашла только альпаку. Здесь маленький выбор, но очень хороший состав. И плюс вы можете при желании попросить у нее там такие образцы лежат. Такая палеточка, на которой привязаны маленькие ниточки, образцы. И я так думаю, что там намного больше цветовой палитры, чем она представлена на витрине. Потому что магазин основывается больше на вышивке. Но для тех, кто вообще ручной работой занимается, вы там найдете много всего интересного. Потому что там и книги, и ткани для пэтчворка, и нитки. Ты там строишь рожи, как всегда? Нет. Вот. Иголочки, и ножницы какие-то там, и слоновые кости просто. Чудесный магазин. Очень-очень хороший. На улице. На улице. Вот. Такой ярко-оранчевый магазин. Можно вопрос? Да. А почему Сергей ходит все время в шапку? Все, выезжаем из отеля. Он нам очень понравился. Тебе понравился? Я качок. Тебе понравился отель? Мне нравится время в твоей шапке. Мне понравился отель. Он фоткам соответствует. Конечно же, все должны быть готовы, что намного меньше, чем эти фотографии. Потому что они снимают на Рэбби глаз. И в итоге оказывается, что комната в 500 раз меньше. Но мы к этому были готовы. И нам в целом очень понравилось. Очень самое крутое для меня расположение отеля. Оно из яка. Оно прям просто равномерно от всех достопримечательностей, от Сакрикера и от Эйфелевой башни. Мне показалось очень удачным расположение. И мы сейчас приезжаем в апартаменты. Мы специально сняли их совсем рядом. Близко от отеля. И сейчас, собственно, пойдем туда. Потому что мы решили остаться немножко надольше в Франции, в Париже. И, наверное, завтра поедем в Дисфинлэнд и потом в Нормандию. Так как у Насти визуальный канал, сегодня в такую дождливую погоду в Париже я одел шапку из яка. Нам выслали инструкцию, как зайти. И мы прошли первые три препятствия. Так, это третий этаж. Лестничная площадка немного узкая. Следите. Давай попробуем открыть. А тут там люди. Там люди. Да. Черт. Это очень долго. Очень долго. Сережка, ты как? А у меня шапка из яка. Мне плевать. О, Господи. Блин, вот третий этаж справа. Какая квартира из этого справа? Вот эта? Да. Ого. Ого. Нет никого. Нет, конечно. Посмотри, как круто. Я просто не знаю, как это смотрит. Я не знаю, как это смотрит. Я должен быть какой-то цвет. Эта человек может быть ты, но Я не знаю, как это смотрит. Но кто это, что я сейчас? Ну что, как тебе корабль? Я поспал целый час Куда едем? Мы едем в Диснейленд О, Наська Вон она Маленькие дети здесь, они, во-первых, очень быстро устанут Я сделаю все, что ты пожалел, что мы приехали сюда Тебе страшно? Ну, я в предвкушении Мы были вагончики Но вагончики не страшные вообще, да? Я всего этого боюсь, но... Как я могу перед тобой показывать свою слабость? Тем более у меня шапка из... Ну, меринос Меринос Мы стоим на... Ну, откуда я поняла, самая крутая такой паровозик Крутой Он довольно страшный А там от 75 минут стоять на него до 45 Мы как-то попали на 45 Ну, собственно, а потом Как обычно После нас и до нас еще очень-очень много народа Но мы нормально так продвигаемся Вот Индиана Джонс Очень крутой, да? Понравился? Сережа сказал, что После этого он подумал, что у него изо рта идет кровь Мы достояли наконец-то Сколько мы стояли? Будет сейчас, да? Сейчас, наверное И тут, конечно... Хотя было написано 45 минут Соль Соль Довольна? Да Я говорю, я думаю Блядь, надо просто улыбаться, тогда мозгу не так странно И еще сфотки, пожалуйста Заверите Тебе как? Это был... Это самый худший... Это самый худший уровень Я уговариваю Сережу сходить вот на... Вот это Как бы... Сереж, ты же испытал уже все Лифт Смертельную петлю Сереж Какие рыбки Сон Где они здесь катаются? Сказать Сейчас, сейчас начнут Вот это вот? Да, да, да Не-не-не Почему он не захотел? Я не могу Смешно Смешно стар варс это уже да уж или эти как рок-н-ролль стоило жить чтобы увидеть моно лизу и замечательный парк дисснейвай я просто просто бесконечно сейчас а еще люблю свою панапушку а шапка у меня из маринос очень хорошее кафе на улице сан-денис да а вот но мы и и и и и и и Я во Франции А французы пьют вино Так как вино нам уже немножечко надоело Мы будем пить сегодня Спой французскую песенку Мы приехали в Версаль Последний наш день И очень красивый такой маленький городок Сегодня будем гулять в парке Это очень красиво Просто бомба Мы, конечно, не зря сюда поехали Вон идет Мужчина Моей мечты Маленький такой Хорошенький Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok